Друга Ниши Кендалева, Лев Щеглов. Мы с ним хорошо знакомы, но не настолько, чтобы быть погружены в какие-то детали жизненного пути, и вот он как-то приезжает из Иерусалима, мы с ним сидим где-то там, выпиваем, он говорит, слушай, поразительная штука, значит, вот Иерусалим, то все, русскоязычный Иерусалим. Ты знаешь, говорит, там такой вот скончался недавно поэт Михаил Геннадьевич, ну, конечно, не знаю, и говорит, ты знаешь, там типа секты, там типа секты, все время о нем, и вот, блин, меня это так поразило. Ну, значит, продолжение не важно, но секта, слово, они несколько сильные, но с полового, что так есть, да? Я как бы вот так и думаю, что сочетание определенных личностных качеств, это уже как бы из психологических специальностей и той продукции, которую человек выдает благодаря одной из характеристик, а именно одаренности, таланта, вот это и является чем-то загадочным. То, чему Миша отвечал, ну, в полной просто мере, и человек играл ряд ролей, я так думаю, так, вот он играл роль сына так себе, а в конце жизни блестящий, на мой взгляд, блестящий. Правда, его мама и заслуживала, она была фантастически какой-то светлой женщиной, но он был блестящим сыном в конце жизни. И я помню, это вот у меня как-то перед глазами стоит, когда Ася Майя у нас кончалась, и мы как бы поминали, выпивали, Миша был очень плохо уже, скрюченный, все время облокачиваясь, дышка чудовищная. И вот кто бывал в Питере, в его квартирке, вот эта крошечная комнатка дальняя, мы туда что-то вышли, и вдруг он с такой улыбкой, я говорю, что, ну, задышал как-то. Это было дико искренне, мы 40 лет общались, и я знал, когда он был совершенно открыт. Он говорит, я так счастлив, что я похоронил маму, я жутко боялся, что произойдет наоборот. Вот, в общем, это такой, какой-то момент, который я уже сто миллионов помню и буду. Ну, в роли мужа он был подозрительным игроком, возможно, в силу ориентации не знаком, возможно. В роли вот этого почти волонтовского консультанта, политтехнолога, отлично, хорошо, что ему легче живось. Ну, это странный ролик, так мне кажется. В роли друга был блестящий, просто блестящий. Все потом, понимаешь. Даже при эгоцентричности, а Миша был, безусловно, эгоцентриком, не эгоистом, а эгоцентриком, он был сосредоточен на себе. Но все равно по каким-то глобальным вопросам он был блестящий друг, просто 100%. Это все роли, но я вот думаю, что, так я думал, я не знаю, так ли это, что для него единственная серьезная штука была, это поэзия. Все остальное можно было и иронизировать. И, кстати, он чудесно занимался самоиронией. Я, как сейчас помню, рассказик его в Москве, в большой компании за столом, рассказывает, что он решил прогуляться по чистым прудам и выйти в полной боевой выкладке. Ну, понимаете, да? Построенное пальто, котелок, бабочка, двусветные ботинки, трость. Да, и вот он, значит, себя выгуливает, и говорит, навстречу идут две девицы, такие розовощекие, бодрые, девахи, такие ПТУ, такие готовые к приключениям. И говорит, чувствую, они на мне тормозят взгляд, у одной открывается кровавый ротик. Я, говорит, мимо так выпрямил сутулость, точно замерли. Думаю, нет, надо сохранить образ, не знакомиться, а мимо пройти, а потом посмотрим. Я, говорит, так мимо иду, ну, ухо навострил, точно, что-то шепчет, прислушиваюсь. И, наконец, слушаю, типичный пидорас. Очень верю, что так все и было, да. Но вот во всем блестяще в зоне поэзии шутки, самоиронии исключены. И, может быть, это, ну, и справедливо, хотя я помню, что он писил чудовищно. Мне казалось, когда мы говорили о поэзии, что он немножко нездоровый. Мне казалось, что я так профессионален. И вот я вижу, вот, ну, есть действительно такая штука, когда иногда наблюдается парциальное, то есть как бы изолированное нарушение логики в крошечной части личности. Условно говоря, головка сыра, и вот кусочек вырезан. Где-то за год до смерти, на полном серьезе, он говорит о каком-то литераторе и говорит, ну, вкуса у него нет, и, конечно, поэзию он не понимает. Спокойно, серьезно разговариваю. Я говорю, а почему ты так решил? Он говорит, потому что ему не нравится моя поэзия. Я говорю, ты что, вообще сам? Я говорю, как, ты же серьезно? Он говорит, я тебе серьезно говорю, я нашел критерий. Тот, кто не понимает мою поэзию, тот литературно безграмотен и бессмысленен. Я был в бешенстве, потому что, во-первых, это дико раздражает, во-вторых, поэтому, может, не здоровый действительно человек. Нет, вот он что-то такое чувствовал, то, что, вот, как бы, то, что и делает его тем, кем он является. Так, мне кажется, в общем, здорово, что мы его помним. Когда Миша ушел, когда он помел, после, было безумно жалко его. Ну, сейчас-то уже, ну, жалко, если так можно сказать, себя, потому что, если бы он был, мне кажется, у всех было бы, как-то, жизнь повеселее, понасыщеннее, пободрее, там, и всякое такое. В общем, здорово, что мы помним. Несмотря на то, что я понимаю, все его любим, отдельное спасибо организаторам, потому что я прекрасно понимаю, вот, любят все, а то, кто начинает действуя, чтобы происходило что-то подобное сегодняшнее. Спасибо.